На телеканале Юганск новости. Здравствуйте в студии Кристина Кочерова и в начале коротко о главном в этом выпуске. На птичьих правах в Нефтьюганске продолжается отключение коммуникации в аварийных домах. Финишная прямая на градостроительной комиссии утвердили новый фасад Сибиряка. Он лучший ученик региона. Нефтьюганец Юрий Слюсарь представит Югру на всероссийском конкурсе. В Нефтьюганске продолжается отключение коммуникации в аварийных домах. Как мы уже говорили, муниципальные квартиры в этих деревяшках уже давно расселены. В многоквартирниках проживают максимум по 2-3 семьи собственников. Остальные помещения по идее должны быть пусты. Однако это не так. Это уже третий дом, в котором управляющая компания отключает тепло, свет и воду. В деревяшках незаконно проживали неизвестные люди. Как они здесь оказались, не говорят. Все бы ничего, но коммунальными ресурсами пользовались и не платили. Расходы легли на город. Теперь неизвестные проживать здесь не смогут. В доме попросту холодно и темно. Специалисты намерены и впредь вести работы по отключению коммуникаций. В виде неуправляющей компании находятся еще 10 аналогичных домов. Все выезжают. Поэтому будем продолжать работу по выявлению нелегально заселенных. В дальнейшем у нас в планах 4-й микрорайон и 11-й. Работу продолжаем, не останавливаемся. По словам управляющей компании, на выселение людям дается неделя. Коммунальщики заблаговременно предупреждают жильцов. Проводят беседы, развешивают объявления. Однако понимают не все. Например, по адресу 438 чуть ли не сразу пропали все листовки. В этом доме, как и в большинстве случаев, проживает всего пара собственников. Этим людям переживать не стоит. Тепло, воду и свет им оставят. Тогда как остальным жильцам придется съехать в ближайшие дни. Так как это следующая аварийная деревяшка, в которой планируется отключение всех коммуникаций. Кристина Кочерова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Вместо зеркальной пленки напыление из ионов серебра. На внеочередном заседании градостроительной комиссии утвердили паспорт отделки фасада Сибиряка. Специалисты решили остановиться на проекте с более яркими оттенками. По мнению архитекторов, в наших климатических условиях это самый оптимальный вариант. Белый, синий и шафраново-желтый. В такой цветовой гамме будет исполнен обновленный фасад дворца спорта. От зеркальной пленки на витражах решили отказаться. Вместо этого проектировщик предложил более современный вариант. Замена фасада пройдет в рамках капитального ремонта Сибиряка. Как отмечают специалисты, это необходимость. После обновления утеплителя восстановить старое покрытие уже не удастся. Именно поэтому проектировщик вышел на согласование. Городские архитекторы рекомендовали остановиться на более ярких тонах. Единогласным решением выбрали третий вариант. Внутреннюю же реконструкцию будут принимать сами спортсмены. А вот внутреннюю сторону, вы уже там смотрите, потому что внутренняя сторона, она исключительно будет влиять на качество процесса, который там будет осуществляться, учебный, тренировочный процесс. Там уже вы с учетом особенностей каждого вида спорта, потребностей. Как пояснили награды строительной комиссии, согласование паспорта отделки фасада – это финишная прямая. В ближайшее время проект капитального ремонта будет отправлен на окончательную экспертизу, после чего строители приступят к основным работам. Тема встречи – реализация мероприятий расселения и ликвидации болочных массивов на территории города в текущем году. Напомним, администрация до конца 2019-го планирует снести все строения, приспособленные для проживания. Таких в городе более 600. Для переселения горожан есть все необходимое – закуплены квартиры и выделены следствия на субсидирование. Сейчас основная работа ведется с населением. Очередная беседа с болочниками состоится 6 марта. Жители ждут в актовом зале департамента ЖКХ в 6 часов вечера. Вернулся с победой. На днях в Югре завершился окружной этап конкурса «Ученик года-2019». Нефтьюганск представил Юрий Слюсарь. Именно он был признан лучшим учеником Хантамансийского автономного округа. Теперь 11-классник будет представлять регион на всероссийском уровне. С победителем познакомилась Виктория Тимофеева. А такие личности, как Михаил Спиранский или Сергей Витте, вызывают у меня уважение. Именно потому, что они не за счет своей знатности и рода построили такую государственную карьеру, а за счет своих знаний. Это отрывок из заступления Юрия Слюсаря на тему выбора профессии. Молодой человек на окружном этапе конкурса «Ученик года» рассказал член жюри, почему он хочет стать юристом. В четвертом классе родители подарили мне книгу «Историка Костомарова. Русская история». И в силу возраста мне сначала не захотелось ее читать, но когда я все-таки решил прочитать, история будто поглотила меня, закрутила. И вот эти все исторические термины, даты, личности, события, обществоведческая наука позже. Мне хочется быть полезным обществу, государству. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. На этом конкурсе у Нефтьюганска было 20 соперников. Наша команда отличилась своей сплоченностью. В роли группы поддержки Юры и его вокально-инструментальный ансамбль «Северное сияние». Залог успеха всего коллектива, по словам ребят, состоит в том, что они понимают друг друга с полуслова. Он лидер. Он даже на наших репетициях, мы прислушиваемся к его мнению. Он помогает нам, и это уже просто человеческое. Мы помогаем ему. Здесь нет между нами какого-то соревнования. Мы каждый из нас по-своему лидер. Но здесь мы выбрали одного лидера, мы поддерживаем его. За Юрой стоит невероятная поддержка. Если даже он на шаг назад отступится, то мы его поднимем. Конечно, ученик года – это индивидуальный конкурс оценки выставляет лучшему школьнику муниципалитета. И Юрий Слюсарин лучше остальных продемонстрировал свои лидерские качества, жизненные ценности и умение презентовать себя. Его вот председатель общественной палаты Ирина Ивановна Максимова представила, когда вручали благодарственные письма, представила так – с таким мужчиной рядом хочет находиться любая женщина. Он ее покорил своим мужеством, честностью. Он большие волевые качества продемонстрировал, потому что конкурс на самом деле очень сложный. Региональный этап завершился только пару дней назад, но уже завтра начнется подготовка ко всероссийскому этапу конкурса. Ученик года России 2019 пройдет в Ульяновске 25 марта. Виктория Тимофева, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Золото во всероссийском турнире, первенстве округа и специальный приз – кубок за волю к победе. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Спартак» стали чемпионами сразу нескольких соревнований по боксу. Подробнее в сюжете. Григорий Зубик на ринге с 7 лет. За плечами победы на многих соревнованиях. На всероссийском турнире физкультурно-спортивного общества «Локомотив» буквально в прямом смысле снова выбил победу у своих оппонентов. Первый соперник был с Владимирской области, второй соперник был с Пернской области, потом с Тамбовской области и в финале был с Белгородской области. Соперники все были тяжелые. Если говорить на боксерском языке, Григорий выступает первым номером и поражает противника тактическим мастерством, отмечает тренером. Уже в середине марта молодой человек поедет на финальное первенство России. И преподаватель возлагает на своего воспитанника большие надежды. Провел четыре боя подряд. Боксировал подряд. Тоже тяжело все четыре боя. Бои были такие достаточно упорные. Но во всех боях он выиграл уверенно. Все три раунда судьи отдавали ему. В зале тренируются еще пять боксеров, которые показали отличные результаты в финале окружных соревнований. Среди них Александр Халепов. Через две недели он отправится на первенство Уральского федерального округа. Как и у каждого спортсмена, у Александра есть свои секреты боя. У нефтьюганского боксера это правый прямой удар. Соперники начинают теряться. Благодаря нему я как минимум выигрывал два боя с заявленным преимуществом. То есть секундант отказывался боксировать дальше. Буквально за два месяца этого года спортсмены города приняли участие в пяти соревнованиях и везде призовли места. У нас прошло первенство округа среди юношей. У нас там два победителя первенства округа. Дальше Уральский федеральный округ чемпионат и первенство Уральского федерального округа. У нас там одно первое чемпионка Анастасия Гражданцева попало на чемпионат страны и одно третье место. Тем временем в Нефтьюганске растет новое поколение чемпионов, которые в будущем также будут защищать честь города и округа, а может и России. Юлия Наводкина, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск». Впереди рубрика «Другие новости». Сегодня ее спонсор – Королева Югры. В преддверии 8 марта в салоне большие скидки до 40% на верхнюю одежду. А новая эксклюзивная коллекция пальто с меховой отделкой из норки Соболя и Каракуля – 20%. Приобрести вещи по привлекательной цене можно до 10 марта. А сейчас поговорим о промыслах малых народов Севера. Танцами и песнями встречают гостей на ярмарке традиционных промыслов Камчатки. Зрителям крупно повезло. Подобное действие увидеть можно лишь в далекой тундре. Внутри чучело лося, соболя и даже медведя. Это одна из самых колоритных выставок России. Пушнину добывает коренное население Камчатки – чукчи, коряки и ительмены. В основном это жители отдалённых вымирающих деревень. Охота для них – часть традиционного уклада жизни. Местные изделия с интересом примеряют даже японские туристы. Самый популярный мех – это соболь на сегодняшний день у нас здесь, да и вообще в России. Цветные меха, как лиса, выдра, уже не такой популярностью пользуются. Хотя женщины, хороший полушубок из лисы или чернобурки, или вот из крестовки, севодушки – это пользуются успехом у них. В прошлом столетии главный доход Камчатки приносил экспорт мира. На полуострове работали десятки хозяйств по выращиванию пушных животных. Однако все они обанкротились. В последние десятилетия добыча пушнины легла на плечи представителей традиционных народов, как и многие века до этого. Заказы поступают со всей России. Здесь вот есть шапка, малахай, кухлянка верхняя. Сейчас до сих пор актуальны вот эти вещи, потому что они очень удобны, легкие и теплые. Даже поступают заказы из Новосибирска, с Якутска. Иногда с Чукотки даже просят некоторые вещи. Те вещи, которые можно носить повседневно. Символом экспозиции 2019 года стал камчатский лось. Загадки, хороводы и блины. В городской библиотеке прошел праздник, посвященный Масленичной неделе. В числе приглашенных представители литературно-музыкальной гостиной местного общества старожилов и наша съемочная группа. Царевна Весна, Баба Яга, Скомарухина и, конечно, сама Масленица в роли героев театральной постановки, работники библиотеки. Яркие костюмы, способ показать особенности русских обрядов, а диалоги актеров, возможность рассказать об истории языческого праздника. На протяжении часа бабушки и дедушки отгадывали загадки, пели песни и водили хороводы. Для каждого из них это не просто встреча, а возможность вспомнить себя молодыми. Валентина Байдина в Нефтьюганске с 67-го года. На ее глазах строился Нефтьюганск. Здесь родились дети, внуки и правнуки. Каждый в ее семье, говорит, женщина умеет готовить. Сев бабушку, Валентина по профессии повар. Секрет вкусных блинов прост. Помимо яиц, молока и муки необходимо добавить доброту, улыбку и хорошее настроение. Ну и еще правильно замесить тесто. Ложите все продукты, смешать хорошо, масло растительное добавить. Все. И сковородку нагреть, чтобы она будет печь. Цель таких мероприятий – возрождение русских традиций, говорят организаторы. Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега – лучший способ ее достижения. Впрочем, в этом году тренинг по декоративно-прикладному искусству организован впервые. А делаются они совершенно разные. Можно вообще разные яркие лоскутики привязать, замотать ее. Кому что нравится. Ну а после представления всех в прямом смысле ручейком пошли пить чай. На столах блины всех возможных вариантов и рецептов. Впрочем, как и должно быть в гостях у бабушек и дедушек. Юлия Наводкина, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова